С удовольствием буду транслировать сегодня свои новые открытия для всех абсолютно. И для тех, кто уже с эфирными маслами давно или недавно, и для тех, кто совершенно без эфирных масел и никогда их не держал в руках, и не вдыхал аромат, и уж тем более не употреблял внутрь. Потому что вещи, о которых я буду сегодня говорить, они касаются вообще в общем и целом здоровья. И совершенно не обязательно, что при этом нужно использовать эфирные масла. Хотя, конечно, с эфирными маслами мы всегда получаем эффект гораздо больший, нежели без масла. Но я должна всё-таки рассказать и о таких базовых понятиях, которые связаны именно с массажем, именно с руками. И как это всё может влиять на состояние здоровья. В общем, сначала я хочу рассказать свою историю, как я вообще вот к этому подошла, вот к этой теме, да, массаж рук. То есть, как это у меня получилось. Затем, когда я всё расскажу, да, все свои открытия, я перейду к практике. То есть, буду показывать практически, как и что мы делаем. Ну и в заключении вам просто сделаю такие эксклюзивные предложения с большим количеством подарков. Поэтому советую добыть до конца и всё это увидеть и услышать своими глазами и ушами. И так сначала, как я к этому пришла. Здесь я хочу просто признаться в том, насколько я, насколько у меня позднее зажигание. Вот есть такое выражение, да, у него позднее зажигание, что поздно доходит. Вот есть вещи совершенно очевидные и очень простые и понятные, но почему-то они не сразу доходят. Объясняю. Я начала заниматься эфирными маслами в 2021 году. То есть, нынче у нас уже три года, как я занимаюсь маслами, уже пошёл четвёртый. И, конечно, как и все, кто практикует эфирные масла в своей жизни, конечно, я не прошла мимо двух популярных практик в эфирной терапии. Это практика протоколов по симфонии клеток. Эта книжка, она у меня настольная вообще. И практика массажа АТТ. Вот с таким набором массаж ароматач, то есть аромоприкосновения. Конечно, я изучила все протоколы. Конечно, я применяла эти протоколы и продолжаю применять для своей семьи. Конечно, я изучила массаж АТТ. АТТ прошла курс и тоже кое-что применяла, но не в полной мере. Потому что АТТ – это всё-таки более сложная такая система. Нужны определённые условия, нужен хороший массажный стол и так далее. А главное, что при АТТ нужно много времени. Потому что сам массаж, если мы делаем его на тело, длится долго, полноценный, перезагрузочный. И не у всех, и у меня в том числе, есть столько времени и столько возможностей, чтобы делать. Хотя, конечно, я об этом очень жалею, что у меня нет времени на такой массаж. Но надеюсь, что оно появится с переездом в новый дом. Будет много места удобного и появится, возможно, время. Более лёгкий вариант АТТ – это массаж для рук. И вот сейчас тоже расскажу, как я к нему пришла. Ну а что касается протоколов по симфонии клеток, то эта вещь очень удивительна в том, что она очень простая в своём исполнении, но она очень эффективная по своим результатам. И это та вещь, протоколы по симфонии клеток, которая помогла моему супругу победить бронхиальную астму. Ну и уже не говорю о том, что любой начинающийся воспалительный процесс, самое банальное – это вирусная инфекция. Мы решаем очень быстро, закрываем просто эту проблему с помощью его протокола воспалительной. Поэтому у меня эти протоколы, они вот просто постоянно в ходу. Там где-то защинила спину – протокол. Засморкался – зачихал – протокол. Голова заболела – протокол. Что бы ни случилось, на всё есть протокол. Сейчас ближе к теме. Как я дошла до массажа рук. Началось с того, что у мамы начали болеть суставы. Причём суставы именно на руках. Пальчики, запястья, локоть. А поскольку женщина у меня активная, то её очень удручало то, что она не может в полной мере работать руками так, как это было раньше. Она привыкла сама там везде всё открывать, закрывать, все двери, сумки таскать, лопаты орудовать в огороде. Вот это, да, вот эти все такие вещи, которые для пожилого человека 87 лет, конечно, уже тяжело даются. А тут, тем более, заболели суставы. Она, конечно, сникла, закрустила. Но я, естественно, стала думать, как ей помочь. Сначала я подумала, что мне нужно ей поделать протокол на спину воспалительный, потому что процесс-то воспалительный же, острый, да, с руками. Но мама тут, она как бы уже, у неё был опыт получения таких протоколов раньше. И она сказала, ой, да это вот возиться, раздеваться, а потом простынёй, там вот это вот мне неохота, потом тут вот всё это, вот это вот масла, всё это пахнет, всё это проветривать. Чё-то мне неохота. Ну, думаю, ладно, не хочет человек, насильно, как говорится, помощи оказывать не будем. И тут я вспомнила про массаж АТТ для рук. Я пошла, возобновила в памяти эти движения, они совершенно нехитрые, и всего там 4 пункта. Я сегодня о них расскажу и покажу. И я отправилась к маме, захватила масло Капайба, и отправилась к ней делать массаж АТТ для рук. Я сделала буквально там один-два сеанса, ей сразу стало немножко лучше, но мне тем временем пришла такая мысль. Думаю, а почему я, собственно, делаю просто массаж АТТ, который заключается в таком, ну, легком прикосновении, эфирным маслом, по ладони, всего лишь 4 шага. Думаю, а почему бы мне не подключить еще обычный массаж с разогревом вообще всей кисти, да, и всего запястья, и с проработкой не только вот тех зон, которые на массаже АТТ, ну, и вообще каждого пальчика, всего-всего. Думаю, а что, разве это плохо, хуже-то не будет. Я соединила вот эти два массажа в одном. Буду показывать сегодня, как это. То есть общий массаж с применением эфирных масел и с проработкой зон, которые по протоколу АТТ, аромоприкосновений. И что вы думаете, буквально через два сеанса вот такого общего массажа у мамы полностью прошла одна рука. То есть на одной руке у нее боли исчезли, и вот сколько мы уже делаем этот массаж, ну, наверное, две недели-то точно уже. Боль нет. Вторая рука, там еще задействован был локоть. Она немножко в более худшем состоянии находилась и находится. Поэтому я понимаю, что уже то, что мы одну руку обезболили, это уже очень большое дело. Поэтому продолжаем работать со второй рукой. Но там есть улучшения. Не буду говорить, да, что там как бы хвастаться, что улучшение значительное, что она прям вообще не болит. Нет. Улучшения есть, но они небольшие. Но немножко удлинились в безболевые промежутки. То есть боль по-прежнему возникает в течение дня несколько раз. Но вот сам промежуток безболевой утленился. То есть между возникновением боли, да, и после того, как мы делаем массаж, следующий приступ боли случается уже несколько часов. Тогда как раньше, это могло уже через час снова возникнуть. То есть мы все-таки прогрессию какую-то имеем. Чуть позже, да, я сегодня покажу, как я делаю на своей одной руке. Просто покажу, в чем заключается вот этот весь массаж общий, да, скомбинированный. А сейчас перехожу к следующей вещи, которая для меня стала просто, ну, своеобразным таким потрясением для меня лично. Вот как мы живем? Мы живем в каком-то колесе быта, да, каких-то бытовых дел, которые у нас, которые каждый день занимают наше время, наше внимание. Какие-то одни и те же дела, связанные там с походами в магазин, домашними делами, заботой о приготовлении пищи, заботой о своих близких, ну, возможно, своей работой, то есть ухода. То есть мы вертимся в одном каком-то колесе, и очень часто очевидные вещи, которые уже пришли к нам давным-давно из глубины веков, и они нам доступны, вещи по оздоровлению, они как-то проходят мимо. Вот то же самое случилось у меня. Я упустила совершенно очень важный момент в оздоровлении, и сейчас думаю, почему это так произошло. Ну, думаю, наверное, потому, что слишком много информации у меня, слишком много у меня точек приложений моей заботы, то есть это не только моя семья, но это еще и мои клиенты, это еще и мои социальные сети, это моя работа, это мои проекты, куда нужно вот это вот вкладывать в свои мозги. И такая простая очевидная вещь ускользнула от меня непростительно вот на след. Ну, слава Богу, что я от них пришла. И сейчас я расскажу об этом, что же это такое. Вот кто мои партнеры, и кто имеет эту книгу, ну, хотя бы в электронном виде, или хотя бы подписан на мою группу закрытую по протоколам, где я выложила все, все скрины, все протоколы, весь пошаговый алгоритм. Кстати, вот пока не забыла, кто еще не зашел в эту группу, очень вам советую зайти. Как зайти, это потом тогда в личку расскажу, как можно в эту группу зайти. Так вот, кто, у кого есть бумажный вариант, вы наверняка видели вот эту картиночку, и я тоже ее видела. Но мне не хватило времени или там сообразительности просто пойти и внимательно изучить эту схему, на которой изображены ладони, разбитые на сектора. И каждый сектор обозначен цветом, и каждый сектор подписан соответствующим названием, и становится очень понятно, какой сектор за какой орган в теле отвечает. Ведь это так просто, на самом деле, догадаться, что если у нас есть проблема с каким-то органом или частью тела, ну, внутренним органом, или какой-то частью тела, неважно, там, нога, голова, ухо, почки, печень и так далее, то можно же заняться проработкой, активизацией этого органа не только непосредственно через сам орган, через прием внутрь, через наружное применение, скажем, печень, мы накладываем на печень нашу эфирную смесь зиндокрин, мы глотаем внутрь тоже капсулы либо масло зиндокрин, мы там делаем другие мероприятия, связанные с питанием и так далее, но почему мне не пришло в голову пойти в эту схему, найти сектор печени и не заняться проработкой его на руке этого органа с применением именно того масла, которое нам нужно для печени, а именно это может быть зиндокрин, смесь эфирных масел для печени, это может быть даже капайба, обезболивающая и противопоспалительная, это может быть наш знаменитый ладан, который вообще является универсальным целителем, и клеточным регенератором, мы же знаем, что печень это орган, который самовосстанавливается, так почему бы не помочь ладанам самовосстановиться, если ладан отвечает как раз за клеточное деление, понимаете, когда начинаешь свою логику ставить в такую в открытую дверь, то есть открываешь дверь и запускаешь туда свою логику, то понимаешь, что ты в какой-то момент просто застопорился на одном шаге, и ты не делаешь второй шаг или там третий, четвертый, просто потому, что перед тобой закрытая дверь, но когда ты открываешь эту дверь и понимаешь, что перед тобой просто безграничный мир, у меня, я не знаю, как это описать мое состояние, вот я лох, вот все, что я могла сказать, что я лох, потому что я упускала несколько лет вот эту важную информацию, вот смотрите, примеры, прямо привожу, примеры, да, предположим, заболела голова, что мы делаем, когда у нас болит голова, но я сейчас не говорю про традиционных, про традиционные методы, когда глотается там анальгин, аспирин, цитрамон и прочее, мы-то, те, кто имеет эфирные масла, мы не применяем такие вещи уже давно, имея в руках набор эфирных масел, применять таблетки, но это просто преступление, я надеюсь, что мои партнеры, те, кто с маслами, вы давно уже знаете, что при головной боли мы первым делом берем перечную мяту, перечную мяту, мы наносим ее на виски, делаем легкий массаж височной зоны, по лбу, вдоль линии роста волос, по шее, потом наносим себе просто на руку это масло и вдыхаем, и буквально там за 5 минут мы избавляемся от головной боли. Что мы можем делать еще, оказывается, голова, сектор головы, ну, будем так говорить, голова, ну, голова-мозг, да, это средний палец, вот самая его, вот эта мягенькая верхняя часть, это голова и на левой руке, и на правой руке. что мы можем еще дополнительно сделать для облегчения боли? Мы просто можем нанести эфирное масло, мятой перечной, вот на макушечку одну этого пальчика, и мы можем его просто промассировать. Как именно массировать, я покажу чуть дальше. все, проработка этой зоны, зоны головы, будет дополнительным инструментом, чтобы головная боль совершенно точно очень быстро прошла и больше не вернулась. Представляете, как просто зона носа, да, есть ли насморк. У нас это вот эта часть, большой палец, вот эта наружная часть, зона носа. Что мы делаем? Мы берем, у нас за эти все носовые дела отвечает смесь бриз, берем бриз, наносим на эту зону и параллельно с теми мероприятиями, которые мы уже проводим для носа, для лечения насморка. Ну, растирание там пазух носовых, лба, вдыхание, в диффузор заряжаем. Мы еще и эту зону дополнительно несколько раз в день прорабатываем этой смесью вместе с массажем. Как? Покажу. Или, например, заболела поясница. Поясница у нас находится вот, ну, примерно, где моя веревочка здесь, вот на этой зоне. Что мы можем сделать для поясницы? Само собой, мы, конечно же, намажем поясницу нашу диблу, хоть она и пахнет лекарствами, но зато очень хорошо помогает. Конечно, мы намажем диблу, конечно, мы примем внутрь копайбу, но мы еще и возьмем роллер с диблу и проработаем вот эту зону маслом и массажем. Прямо точечно всю зону проработаем в дополнение к тем мерам, которые уже приняли. Есть еще интересные вещи, например, простата и матка, они находятся в одной зоне. это вот эта часть под большим пальцем, вот эта часть по наружной, по внутренней части, вот эта с краешку, краевая часть, это матка и простата. Что мы можем сделать? Для мужчин, например, мы можем взять масло сандал, и мужчина даже сам в себе, может вот эту зону каждый день профилактировать, растирая и разминая и продавливая точечно, делать себе профилактику простатит. Или, если ему самому лень, значит, любящая жена берет его руку и прорабатывает эту зону. то же самое с маткой. Не только для матки уже лучше брать не сандал, а какое-нибудь женское масло. Например, например, магнолия, например, нероли тоже очень хорошо. Но тут будет зависеть от более узкой задачи. Скажем, если нам нужно тонизировать, то есть понятно, что такое тонизирование, тонизировать эту область, мы возьмем, например, тот же нероли. А если нам нужно, наоборот, привести в более расслабленное состояние, мы можем взять нишаму, смесь нишаму или лаванду сюда. И то же самое, если мы просто сидим там, телевизор смотрите банально, знаете, что нужно работать с проблемой, даже не нужно находить специально времени для того, чтобы просто сидеть на диване, смотреть телевизор и прорабатывать зону с помощью массажных движений и масла. и здесь буквально по каждому органу, по каждому органу, который находится у нас в теле, все разбито. Пусть эти органы на ладони совершенно нетрудно. Я вот просто сидела, пыталась, разбиралась и поняла, что ошибиться невозможно. во-первых, не будет ничего страшного, если, скажем, массируя зону желчного пузыря, вы еще и задействуете зону печени, поскольку они рядом. Ничего страшного не случится, это будет только в пользу. Либо, например, массируя область желудка, если проблемы с желудком, вы еще и задеваете область диафрагмы, то же самое это будет только в пользу, потому что диафрагмы с желудком, они вообще очень тесно, буквально вот рядышком все связаны. И если у нас спазмируется желудок, то и диафрагма здесь тоже задействована в этом спазме и одновременным массажем этих двух зон. То есть не надо бояться, что где-то вы ошиблись с зоной. То есть если вы там ищете конкретно какой-то орган и думаете, что ой, а вдруг я другой. Даже если вы вдруг другой, все равно плохого ничего не случится. Лишняя активизация органу никогда не помешает. И вот интересно, что левая и правая ладони, они, конечно, абсолютно симметричны по расположению органов, но есть один орган, вернее, сектор одного органа, который находится только на левой ладони. И это сердце, понятно, что сердце слева. Это вот на уровне, то есть находить еще очень легко эти зоны, потому что мы делим межпаланговую зону, межпальцевую между мизинцем. Мы берем вот эту зону, опускаем ее вниз и смотрим, где заканчивается. Ага, заканчивается вот на бугорке, который под мизинцем. Вот зона сердца. Если у вас проблема с сердцем, кто мешает вот эту зону прорабатывать несколько раз в день с помощью эфирного масла розы. Потому что роза это у нас вообще тот, кто, вернее, та, кто отвечает за сердечную чакру. Роза это вообще масло применимое вообще к любой, мне кажется, к любой теме, к любой проблеме, начиная от ухода за лицом и заканчивая сердечными делами, эмоциональными делами, концентрацией памяти и так далее, прорабатывать зону сердца розой, ну, это вообще, это супер, это супер находка. Да, еще есть момент, который я уже на себе, я же не все зоны еще, конечно же, прорабатывала, буквально только несколько, но есть один момент, который я очень четко отследила. Это вот эта зона головы, но не с головной болью я работала, а с концентрацией внимания, то есть вот вечером, когда ты уже много поработал, устал, и там хочется еще что-то сделать дополнительное, но ты понимаешь, что уже мозги не варят, уже все, ты отупел полностью, а сделать надо, потому что ответственность, потому что план, что нужно, нужно активизировать свой мозг, нужно сконцентрировать свое внимание, и мы знаем, что на концентрацию внимания и активизацию мозговой деятельности очень хорошо влияют цитрусовые, особенно лимон, дикий апельсин тоже, и мы что делаем, мы включаем в диффузор это масло, да, мы можем принять внутрь, это масло цитрус яичкой, а можем еще взять масло, ну у меня вот тут цитрус блум, это смесь этих цитрусовых масл, и проработать вот эту макушечку, да, пальчика, вот этой смесью или любым цитрусовым маслом просто вот понажимать на этот пальчик, на эту подушечку, и я это делала, я пробовала, и я подтверждаю, да, действительно, это очень хорошо работает на активизацию головного мозга, я вот теперь этим пользуюсь, потому что у меня очень часто бывают такие ситуации, когда я как трудоголик, да, что-то хочу сделать много, а усталость уже берет свое, и вот тогда себя активизирую с этим своими маслами, и смотрите, да, сколько вообще, по сути, безграничные у нас с вами открываются возможности помощи себе, единственная опасность, которая здесь существует, это опасность нашей человеческой лени, вот эта вот лень, это просто то, что вообще убивает все на корню, нам же часто в силу нашей занятости и усталости хочется просто на все забить, и просто тупо там посидеть, полежать, чтобы никто не дергал, или погулять, или просто чем-то отвлечься, а это работа, да, и вот это действительно самая большая опасность, что мы не просто будем проходить мимо вот этих очень полезных лайфхаков, мимо этих потрясающих методов помощи себе, самопомощи, именно из-за нашей лени, но надеюсь, что те, кто действительно очень сильно замотивирован и заинтересован в своем здоровье, вы все-таки найдете время заниматься этим. И теперь давайте перейдем к практической части, как я делаю массаж, общий массаж с элементами Aroma Touch. Значит, в любом массаже есть три этапа. Первый этап – это общий разогрев, усиление кровотока, да, просто общий разогрев. Второй этап – это непосредственно активизация, возможно, точечная проработка. И третий этап – это завершающее расслабление. Ну, в принципе, любой массаж работает по такому принципу. Этап разогрева, он тоже состоит из своих этапов, да, сначала это легкое прикосновение, потом чуть более с нажимом, ну и последний этап, он такой уже более мощный, разогревающий с проработкой мышц. Но тут надо сделать… Я занималась руками именно с мамой, в мамином случае у мамы болят суставы. Рука болезненная, поэтому разогревающий массаж, если вы будете делать кому-то своим, у кого болят суставы, очень аккуратно делайте такой разогревающий массаж, очень аккуратно, ну буквально прям ювелирно, потому что болезненность у человека в руке, и как бы не сделать ему больно. Я просто один раз обожглась на маме, она прямо меня даже закричала, я слишком резко повернула руку, да, хотела просто, оказалось, что нужно это все очень делать плавно, ласково и нежно. Но теперь я уже не делаю таких ошибок. Вот, значит, начинаем с разогрева. Да, еще раз замечу, да, пометочка, что массаж рук совершенно необязательно делать в том случае, если это боль в руке, да, скажем, суставная. Нет, как вы теперь понимаете, после того, что я вам рассказала, общий массаж рук можно делать вообще просто при любых запросах. Просто сначала мы делаем общий массаж, а потом уже переходим точечно к той зоне, которую нам нужно прорабатывать, да, в связи с тем или иным запросом. Массаж делаем, если мы делаем массаж с помощью эфирного масла в роллере, значит, мы базовое масло уже не берем. у нас есть масло, которое, эфирное масло, которое уже в роллере разведено с базовым. Вот, если же нет роллера с каким-то маслом, а вы хотите именно это масло использовать, значит, берем базу, ну, либо фракционку нашу, татеровскую, либо какое-то другое масло хорошее, которое у вас есть, либо какой-то хороший крем, очень качественный крем, потому что, сами знаете, если взять какую-то дешевку, там, химозную, да, вот, какой-нибудь дешевый крем, который копейки стоит, то эти с эфирным маслом будете готовы к тому, что вы вот эту химозу потащите внутрь, в кровь вместе с эфирным маслом, и это будет, ну, дополнительное получение токсинов. Поэтому, конечно, заботитесь о себе, лучше брать какие-то очень качественные, прямокачественные масла. Ну, я буду делать сегодня массаж с маслом Асмантус, мне оно нравится, оно такое, ну, немножечко мужской у него запах, но поскольку у меня сегодня такой рабочий насыщенный день, мне нужна, я бы даже сказала, мужская энергия, собранности, и для меня с этим ассоциируется именно Асмантус. Если бы, например, я хотела бы наоборот какого-то расслабленности женской, если бы у меня был женский день, у меня был день ухода за собой, уходовых процедур, без работы, такое, да, вот на лайте, я бы использовала давану, давана, оно, это масло, такое, женское, оно не резкое, оно такое нежное, но именно вот с какой-то женской мягкостью у меня ассоциируется, но у меня трудный день, поэтому это будет Асмантус. Что делаем? Прямо берем роллер и наносим масло на всю ладонь, поскольку будет задействована вся рука, значит, и на запястье, и с обратной стороны ладони, кисти, да, все это прорабатываем маслом. Если, например, вы захотите сделать такой массаж с маслом диплу, то я не уверена, что вы вот так вот много и лихо будете его обрабатывать, потому что этот запах, он не каждый может его вынести. Все, намазали руку и теперь если вы работаете не с собой, а с кем-то, да, с человеком, вы, конечно, будете массировать ему его руку двумя руками и, конечно, это будет такой, ну, прям, качественный массаж. Но если вы себя массируете, понятно, что вы делаете это одной рукой. Сначала просто обычные вот такие поглаживающие движения для начала просто гладим и чтобы масло равномерно у нас покрыло всю кисть. Ну, такая уже пропиточка пошла, промасливание, равномерное распределение масла. Когда вы будете делать человеку вот такой массаж, человеку, который не знаком с эфирными маслами, я вам советую не брать в первую какое-то резкое масло, резко пахнущее, совершенно точно на дипло, ну, и вообще не надо какие-то масла, скажем, гераль, может быть, да, который тоже резкий запах имеет, или чайное дерево, ну, просто потому, что человеку может стать плохо. Возьмите для начала, для знакомства с эфирными маслами, для человека, какое-нибудь нейтральное масло. Для меня, например, нейтральным является капайба, потому что это масло, оно не может вообще вызвать раздражение, это очень мягкий вкус, такой, он едва уловимый, такой смоленистый, немножко ореховый, и обычно он ни у кого не вызывает отторжений. Плюс ко всему капайба это еще и универсальное масло, которое обезболивающее и противовоспалительное. И какой бы орган мы не хотели работать, мы капайбой никогда не сможем навредить или попасть мимо цели, потому что это универсальный подход, просто универсальный подход к телу. Когда легкие движения такие общие, да, и вот самое первое ваше прикосновение к рукам человека с этим ненавязчивым маслом, это будет длиться вот вот это первое прикосновение, ну буквально там несколько минут, может быть одну, две, три, чтобы человек еще и привык к этому аромату, то есть ему нужно с этим ароматом сейчас сродниться, чтобы дальше уже пошла более глубокая проработка. Когда вы сделали такое вступление, ароматическое и равномерное ненесение, начинается уже более глубокая проработка мягких тканей, то есть это может быть уже вот такое массажное движение, начиная с ладони, проминающее, ну проминающее, чтобы не сделать человеку больно. Кстати, для меня вот было удивительным открытием, когда я массировала маме руки, уж на что я маме как бы не сильно там нажимала, но массаж занимал определенное время, примерно полчаса, минут 20-30 я делала. И для меня было удивлением то, что руки мои устают от этого массажа, и это только массаж кисти. Я представила, что нужно, какие руки нужны массажисту, чтобы массировать все тело в течение 40 минут или часа или более, какая сила должна быть в руках. Это так, физическое отступление. Значит, массаж ладони, далее массаж мягкой части, которая под большим пальцем, тоже такая вот прям хорошая проработочка, можно даже с пощипыванием, если вы делаете себе и вам не больно, так прям окрывая вот это мясо от кости, ну это образно, да, это хорошее снятие спазмов, потому что в мышцах рук тоже могут быть спазмы, которые нарушают естественное кровообращение. И вот таким отдирающим движением вы снимаете эти спазмы, проминаете, проглаживаете и далее переходите к третьей части мягкой, это вот под мизинцем. То же самое проминание, прокручивание, поглаживание, вот так работаем. При этом можно еще и захватывать зону запястья, тоже такое разогревающее. Вот ладонь начинает немножко гореть, когда это вот такой вот хороший качественный разогрев идет, она становится теплой и как будто даже немножко как токи, знаете, как волны, какие-то волны или ток, токи пробегают просто такое приятное ощущение, а представляете, если вы двумя руками массируете человеку ладонь, кисть, то там вообще очень идет мощная проработка, а если у вас к тому же еще есть и дар какой-нибудь целительский, то есть ваши руки не просто делают массаж, они еще передают человеку такую целительную энергию, то тут вообще просто потрясающе. Вот я сейчас опустила руку и просто вот держу и как будто бы токи идут, вот такое прям пульсирование. Это вот о чем он говорит? Как раз то, что кровь, насыщение пошло кровью, питание клеток, это здорово. После того, как проработали вот эту ладонную часть, можно перейти к вот этой, как она, наружная часть. Здесь то же самое, прорабатывать можно вот прям по фалангам. Вот одним пальцем, сначала вот это вот сюда, далее под вторым и так далее по всей руке. Причем делите внимание особое межпальцевым, да, вот этим зонам мягкие части, потому что здесь тоже часто бывают спазмики и вот проминанием этих зон, она такая мягкая, приятная и хорошо проминается. Прорабатывайте, прям вот нащупайте эту ложбиночку и идите ее прорабатывайте вот так разогревом, просто разогревом между всеми пальчиками. Часть запястья снаружи тоже кисти надо хорошо проработать. Кстати, у меня трещит один палец. Мама все время удивляется, как тут у тебя палец так трещит на одной руке только. Так что если вы слышите щелканье, не удивляйтесь, это у меня палец трещит. А, прорабатывайте, да, вот это все, и дальше можно переходить к проработке самих пальчиков. Это очень важно, каждый пальчик по отдельности прорабатывать. Ну, сначала общее, да, вот это растирание пальчиков все общее, просто. Сначала ладонь согревается, а вот когда вы начинаете пальцы прорабатывать, уже сами пальцы становятся горячими. И мне вот мама говорит, что ей очень нравится эта процедура именно потому, что она чувствует тепло. Она вообще человек с холодными руками всегда, у нее всегда холодные руки. А когда я делаю массаж, они становятся горячими, для нее это ощущение очень необычное, ей это очень нравится, и поэтому понятно, почему она после массажа долго испытывает такое облегчение от боли, потому у нее ткани напитанные всей кровью. Мы кровь разогнали, пошло питание, и организм отвечает благодарностью уходом боли, поскольку боль-то это же крик, это сигнал тела о том, что есть проблемка, проработайте. Когда мы прорабатываем, тело очень благодарное, боль уходит. Далее, когда проработали пальчики в общем и целом, можно прорабатывать уже косточки, косточки вот прямо покручивая, покручивая, тут мясо вокруг них на каждой фаланге и внизу, и вот тут в серединочке, и вверху. Кстати, если будете брать какое-нибудь масло, чайное дерево, например, хорошо для ногтей, сами понимаете, да, почему. А, кстати, еще про чайное дерево, у нас же есть зона на ладони, вот зону горла, когда болит горло, прорабатывать чайным деревом, класс, класс. Вот, и вот прям пальчики, пошло тепло, да, косточки, косточки, все косточки. А, для кутикулы хорошо масло орегано, оно укрепляет кутикулу, не дает расслаиваться ногтям. Поэтому, если у вас есть роллер с орегано, можете прямо роллером, но если у вас орегано только в чистом виде, то не вздумайте прорабатывать свои кутикулы чистым орегано, сожжете кожу, будет больно и плохо. Поэтому только в разведении, причем орегано разводится даже больше, чем обычное масло. Если обычным разводим один к пяти, то орегано разводим один к десяти для взрослых, а детям вообще один к двадцати. Орегано остерегайтесь, это очень жгучее масло, это душица вообще-то, название такое безобидное, да, но оно очень жгучее. Вот, разогрели пальчики и теперь вот так еще раз всю руку, как бы, да, чтобы общий кровоток так вот пошел просто по всей руке, вот так разогрели. Следующее движение это точечная проработка. Начинается от запястья. Конечно, удобнее делать ее двумя руками, но если кому-то делаете, то это будет именно перебирание, то есть большим пальцем вы будете перебирать, то есть это будет вот так примерно выглядеть, вот так вы будете нажимать и перебирать по пальцу, вот, но поскольку своя рука, придется просто делать одним пальцем нажатие. Начинается с запястья и пошла точечная проработка нажатием прям подряд по всей линии пальца точечно, ритмично и довольно сильно, то есть с усилием. Точки идут прям одна за другой рядышком. Для уверенности можно поддерживать сзади указательным, чтобы нажатие было таким ощутимым. Один раз прошли, дальше второй. То есть сзади пальцы еще дополнительно подкладываются, чтобы нажатие было ощутимым. ритмичное глубокое нажатие и третий раз пошли. Ритмичное глубокое нажатие подряд точка со точкой, точка со точкой. Это общий массаж, поэтому мы вот таким образом прорабатываем все зоны и дальше переходим на следующий палец. Точно так же ритмичное глубокое нажатие по всей линии с самого кончика пальца. Три раза на каждый палец. Это техника АТТ. Говорю я так, чтобы не сбиться с ритма. Вот. Ну и так далее. уже не буду занимать время. То есть прорабатываем каждый пальчик по три раза точечным нажатием. После того, как прошли по три раза все пальчики, у нас проработка межпальцевых зон. Вот этих мягких частей по ладони, которая начинается от того места, где пальцы расходятся, и до запястья. Значит, если бы это была чужая рука, то движения были бы вот такими. начинается запястье и пошли вот так на себя проминанием глубоко мягких тканей. Но, поскольку рука своя, значит, просто берем и проминаем так, как можем. Прямо глубоко. Если у вас руки не больные, не бойтесь залезать прям глубоко в самую-самую там прям проминать аж до кости. Не бойтесь. то же самое по три раза проминайте. Вы потом не пожалеете, что вы делали глубокие проминания, потому что ощущения, которые будут после массажа, это будет непередаваемое. Вы просто будете чувствовать себя так, как будто вам сделали общий массаж тела. Вот так многое зависит от рук. И каждую зону тоже по три раза проминаете. Когда вот эта часть точечная завершена, не точечная, а вот эта проминачная, межпальцевая проминка завершена, наступает момент расслабления, то есть приведение вот этого тонизация, меняется на расслабление. То есть уже начинаем просто общее поглаживание, как бы расслабление, можно даже легкое похлопывание, вот такое, всегда, если не больно, можно легкое похлопывание, чередуется с поглаживанием. все, вы завершаете массаж и потом переходите ко второй руке, делаете все ровно то же самое. Это завершился общий массаж. А дальше берете ту зону, которую вам нужно сегодня проработать. Например, ну, что у нас там? Зона, ну, самая такая распространенная проблема, это, наверное, все-таки проблема пищеварения, да? Там либо зону желудка берем, либо зону поджелудочной железы, так, желудок это у нас центр ладони и вот так немножко дугообразно между центром и большим пальцем. Вот это зона, зона желудка. У нас есть дайджест дзен в ролере. У меня его нету, я его отдала. Значит, берем дайджест дзен, это пищеварительная смесь, наносим сюда и прорабатываем. Сначала просто разминаем эту зону. Ну, так же, как и обычный массаж, да? Сначала разминочное движение, сначала слабо, потом сильнее, потом еще сильнее, потом такими вот покручиваниями, да? круговыми движениями, разминаем, мы активизируем нашу зону, наш желудок, мы его активизируем. И дальше, после разогрева, начинаем тоже точечное проминание. То есть, как она вот идет, зона, смотрите, да, на схему и такие же ритмичные точечные продавливания по всей зоне желудка. В течение минуты или сколько у вас там хватит терпения. Продавили, активизировали и заключительный этап расслабления, да? Просто поглаживайте, уже расслабляется. Вот, я советую вам за один сеанс не прорабатывать сразу несколько зон. То есть, может быть, вы подумаете, что чем больше, тем лучше, тем лучше, да? Ну-ка, я вот желудок проработаю, так, а мне надо еще зубы проработать, сейчас я зубы проработаю, так, а еще у меня тазобедренный сустав, ну-ка, я вот еще третье масло возьму и еще сустав проработаю. Вот этого делать не надо, лучше пусть один сеанс массажа прорабатывает одну какую-то зону и пусть это будет одно, максимум два масла. То есть, например, вы сделали общим, предположим, с капайбой или с ладаном, что тоже очень хорошо, а на проработку какой-то зоны взяли другое масло, например, там сердце, да, проработали розой и этого для одного сеанса достаточно. стопы. Кроме того, у вас еще здесь есть стопы. Если вы не устали, можно еще и стопы проработать, но это уже, конечно, очень такая серьезная работа. Я думаю, для начала достаточно массажа рук. Вот, в общем-то, по теории и практике вот так, вот такая вот история у нас, да, то есть у нас есть теория, у нас есть наши руки, чтобы делать практику, у нас теория с практикой соединяется и что нужно, что остается для того, чтобы войти в это. Наташа, я вижу вопрос, второй фаланг пальца за что отвечает, это надо просто понимать, какой второй фаланг какого пальца нужно смотреть сюда, потому что так трудно просто брать схему и по ней разбираться. Значит, как войти в эту систему, как это все внедрить в свою жизнь. Ну, само собой напрашивается ответ, что, конечно же, нужно иметь эфирные масла. У меня есть практически все эфирные масла, потому что за три года своей жизни с маслами Дотера я, конечно, позаботилась о том, чтобы иметь все масла. Ну, может быть, там не хватает трех или четырех масел, но скорее всего, потому что их просто нет на российском рынке или они появляются редко, ну, как-то так. смотрите, вот это всего лишь часть, да, вот то, что у меня в ролерах. Вот такая небольшая, это очень небольшая часть масел, которую я использую и буду и дальше использовать для массажа рук, там, и позвоночника, и стоп, и ушей, и так далее. Но есть еще огромная часть эфирных масел, которая находится не в ролерах, а во флаконах, и поэтому очень правильным решением будет познакомиться с эфирными маслами, начиная с 10 базовых масел. Вот те масла, о которых я вам сегодня говорила, это там нишама, что мне тут еще, бессмертие, магнолия, османтус, давана, жасмин, что тут еще у нас есть, капайба. Масла не базовые, то есть это масла уже из общего каталога, но есть базовые 10 масел, которые самые популярные и самые востребованные людьми, потому что с их помощью мы решаем абсолютно все проблемы, которые могут возникать в современной семье. Какие проблемы могут возникать в современной семье? Прежде всего это тема вирусов, это тема головной боли, это какие-то травмы, ушибы, растяжения, переломы, порезы, царапины, ожоги, это головная боль, это повышение давления, это проблемы лорорганов, насморки, ангина, это воспаление легких бронхит, это тема аллергии, в общем, какой бы темы мы не коснулись, кожные проблемы, прыщи, все, на все это есть ответ в стартовом наборе эфирных масел, который выглядит вот так, это называется семейная аптечка, почему я и сказала, что решают проблемы всей семьи, это семейная аптечка, поэтому не случайно, что здесь крест изображен, крест как символ скорой помощи, и это набор как раз базовый, так вот, чтобы в эту тему погрузиться, вот в эту всю, да, с массажем, с этими протоколами, с лечением своих хронических заболеваний, острых состояний, нужно этот набор иметь в доме, как его иметь, для этого нужно зарегистрироваться в Дотера, потому что мы работаем только с маслами Дотера, по моей ссылке, или того человека, который вас пригласил сюда, или дал вам посмотреть запись этого мастер-класса, просто нужно обратиться к этому человеку и сказать ему, дай мне, пожалуйста, ссылку, я хочу зарегистрироваться и хочу получить этот набор. Есть еще один вариант вхождения вот в этот мир эфирных масел, это другой набор, который состоит из точно таких же масел, но объемом в три раза больше, то есть если в маленьком наборе у нас масла идут по 5 мл, то в большом наборе по 15 мл, и в этом очень большая выгода, потому что по стоимости это получается один набор отличается от другого в два раза, а по наполнению в три раза и даже более, потому что большой набор содержит в себе еще и диффузор, большой набор называется эфирный диффузор, это средство для распыления эфирных масел в помещении. Можно зайти в этот мир еще и вот с этим набором, этот набор называется АТТ, то есть ароматач или аромоприкосновение, здесь тоже большие флаконы с маслами по 15 мл, и это из них часть масел это базовые и три масла здесь, которые не являются базовыми, это дикий апельсин, смесь для массажа и смесь баланс, но они нужны именно для выполнения этой техники ароматач, о которой я сегодня не говорила подробно, потому что это целая отдельная история, ароматач, техника ароматач это общая перезагрузка организма, и она очень показана людям, которые сильно устали, устали много работать, устали много болеть, устали от тяжелых системных заболеваний, устали от заболеваний, которые являются, которые медицина называет неизлечимыми, устали от каких-то эмоциональных переживаний, от стрессов, от жизни, в общем и вот такой подход со стороны техники АТТ к человеку, это просто большая помощь ему, чтобы перезагрузить его и отправить его в жизнь с новыми эмоциями, с новыми настроениями и главное с новым состоянием, состоянием, которое готово жить по-новому, в новых абсолютно здоровых реалиях и не застревать вот в этих паттернах усталости. Это набор АТТ. У меня сегодня для вас очень новость, она состоит в том, что я дарю очень много подарков именно сейчас в ноябре у нас осталось три дня, 28, 29, 30, это три дня подарков, которые просто будут вот сыпаться на тех, кто придет и зарегистрируется в ДОТЭРе со стартовым набором эфирных масел. Ну, во-первых, большим подарком является то, что вы вообще просто приходите в мир эфирных масел и у вас появляется свой наставник. То есть изучение эфирных масел без наставника это нереально, нереально. Здесь обязательно должен быть наставник, который уже знает больше, который уже прошел, поимел больше опыта и он никогда от вас не уйдет. Наставник это навсегда. Можете называть эвакуатор или ваш учитель, как хотите, но это будет именно обучение из уст в уста, то есть ваш наставник будет передавать вам очень много полезных знаний и практических навыков по применению эфирных масел. Это вот такой большой подарок. Я это сказала не случайно, потому что есть такая тенденция сейчас все покупать на маркетплейсах, в Валдере, Сазон и так далее. Нехорошая эта история, во-первых, потому что здесь не будет наставника и вы никогда не сможете обратиться на Валдерес за консультацией, чтобы вам объяснили, как применить то или иное масло, если вы, скажем, вдруг затемпературили или у вас там ребенок, началась рвота, а наставник всегда будет на связи, всегда подскажет, что нужно сделать, какое масло принять, каким образом его применить. Кроме того, на маркетплейсах часто бывают подделки, просто пустышки с растительным маслом, это тоже нехорошая история, поэтому лучше все покупать на официальном сайте через человека, который является представителем компании, в данном случае я, либо тот человек, который вас сюда пригласил. Дальше начинаю перечислять подарки, которые вы получаете при регистрации. Первый подарок это очень мощный подарок, это очень крутой подарок, это бессрочный доступ к моему большому обучающему курсу по здоровью. Все, что касается питания, все, что касается детокса, все, что касается применения эфирных масел в питании и детоксе, это в этом большом курсе и доступ к бессрочным. Также вы получаете доступ в чат поддержки этого курса Telegram, который тоже работает бессрочно. Это закрытый чат и доступ туда имеют только те, кто приобретает набор в нашей структуре. Следующий подарок, вы получаете доступ к тоже бессрочный к обучающему курсу по эфирным маслам. А если вы приобретаете большой набор эфирный дом, то у вас еще и доступ к такому курсу идет от непосредственно компании, от компании Дотера, которая выдает вам по итогу прохождения этого курса сертификат с печатью о прохождении курса и о присвоении вам статуса сертифицированного специалиста по эфирным маслам. Поэтому если массаж является вашей профессиональной деятельностью, плюс к этому получаете сертификат специалиста эфирного масла, это вам конечно сослужит очень хорошую службу. Следующий подарок, это в рамках ноябрьской акции вы получаете бессрочный доступ к еще одному курсу, который вы выбираете самостоятельно из списка курсов Академии Аромат Жизни, которые я опубликую после того, как выйдет эта запись здесь в нашей группе. То есть любой курс, их там несколько, есть очень интересные курсы, связанные они все с применением эфирных масел, эфирные масла и кинезиология, эфирные масла и эндокринология, эфирные масла и астрология, эфирные масла и женский организм и так далее, и так далее. То есть разные найдете для себя интересные вещи, которые сможете также положить локу знаний. Следующий подарок, у меня очень много подарков, поэтому список огромен. Следующий подарок, это моя консультация. если вы приобретаете малый набор, это одна консультация, если большой набор, это две консультации. Когда их провести, в какое время, вы выбираете сами, в любое время, когда вам будет такая потребность. Следующий подарок, это составление для вас вашего индивидуального протокола применения эфирных масел в виде PDF-файла согласно вашим запросам или диагнозам. Причем в этом файле может быть отражены ответы не только на ваши личные запросы по каким-то проблемам со здоровьем, но и также для вашей семьи. Скажем, проблемы детей, проблемы мужа или родителей, это все тоже я вложу в этот PDF-файл. у вас будет памятка которую всегда сможете в любой момент, что бы ни случилось, открыли, распечатали и посмотрели. А, вот такое-то масло, такая-то проблема, вот то-то-то я применяю. Вот, это очень важно. Ну, и теперь подарки чисто физические. То есть, то, что я сейчас перечислила, это вот такое больше информационное такие подарки, а сейчас подарки физические. Физические подарки, они ограничены, их всего шесть штук, поэтому, вот, кто первый успеет прийти на эти подарки, тому они и достанутся. То есть, это лимитированное предложение. Итак, сначала подарки по набору, малому набору, который семейная аптечка. Ну, во-первых, это вот такой флакон с гранулами. В гранулах заключена эфирная смесь метапауэр. Что это такое? Метапауэр это смесь для улучшения обмена веществ. То есть, кому вот это нужно? Это нужно, во-первых, людям, у которых есть проблема переедания, неконтролируемого пищевого поведения, лишнего веса. и эти гранулы будут контролировать ваши голодные припадки, скажем так. То есть, если у вас часто возникает чувство голода и вы не знаете, как с этим бороться, вам помогут гранулы метапауэр. Просто берете одну гранулу, принимаете ее методом рассасывания и получаете тот самый результат, которого вы никак не могли раньше добиться. То есть, у вас просто утихомиривается ваш аппетит, соответственно, если вы на постоянной основе принимаете такие гранулы, то у вас очень скоро начнут рецепт, начнется себя лучше чувствовать. Второй подарок это тоже продукт из серии метапауэр, но это БАТ. Это капсулы метапауэр, метапауэр ассист, если так точнее назвать. Что это? Это капсулы, которые отвечают за нормализацию уровня сахара в крови. То есть, понимаете, кому это надо, да? Тем, у кого уже инсулинорезистентность, угрожаемая по сахарному диабету, может быть, уже сахарный диабет, может быть, очень сильно любите сладкое, клюшки, выпечку, вам вот это точно поможет. Следующий подарок это тоже из серии метапауэр, а это тадам, коллаген. Коллаген очень популярный сейчас пищевой продукт. 20 саше будет в подарке вот этих пакетиков, 20 саше. Это коллаген. Коллаген это продукт, который не нуждается в рекламе, да, и в какой-то особой презентации сейчас только ленивый или ленивая не употребляет коллаген, потому что все заботятся о своих мышцах, о своей коже, о том, чтобы сохранять упругость, молодость и тонус как можно дольше в своей жизни. Поэтому этот подарок очень-очень ценный. так, это я так, вижу уже отзывы пошли. Так, Надя, мои руки в восторге. Я присоединилась позднее из-за работы, где можно найти изображение рефлексных точек в ладони и стоп. Все напишу, потом тогда после нашего мастер-класса дам информацию прямо в чат скину, все напишу, где чего взят. Так, дальше подарки. Следующие три подарка это так, это я проговорила с сериями за семейную аптечку подарок. Следующие три подарка это за приобретение большого набора эфирной дуо. Первый подарок это вот такой наборчик. Сейчас я его открою. Аккуратно действую, потому что руки-то жирные у меня масляные не хочется же пачкать. Ладно, потом протру. Вот такой наборчик и там три флакона еще дополнительно с маслами. Это лимон, мята и лаванда. Это самые популярные масла, самые вкусные масла, мягкие масла и лишними они точно никогда не будут. Но это еще не все. То есть набор это не все. В подарок к этому же набору от меня личное обучение эфирной терапии. В чем она будет заключаться, это мы с каждым человеком будем обговаривать индивидуально. потому что для кого-то эфирная терапия это будет очень актуально скажем при болезни щитовидной железы. Для кого-то будет актуально как профессиональная деятельность для массажа общего. Для кого-то еще какая-то. В общем обучение будет индивидуально в личной переписке как вопрос будем решать уже по согласованию. Следующий подарок это эфирное масло Капайба и универсальное масло которое универсально обезболивающее противовоспалительное роллер который можно как раз применять для массажа рук и тоже мое индивидуальное обучение по эфирной терапии. Ну и наконец третий подарок это смесь спасатель. Спасатель это смесь которая используется при именно болях в опорно-мышечном аппарате. Ну не только просто одна из ее ярких функций это именно боль в опорно-мышечном аппарате. Это как раз та смесь которую я сейчас практикую на маме. Она приятно пахнет у нее такой нежный цветочно-ягодный какой-то цитрусовый и одновременно зелень какая-то в общем такой микс приятных запахов не раздражает в нос не бьет такая ну приятная и то же самое к ней прилагается еще и в мое индивидуальное обучение. Вот смотрите сколько подарков уж не упустила ли я чего вроде бы нет вроде бы все сказала у вас ровно вот те кто новички те кто только начинает вот это вот с эфиром у вас ровно три дня сегодняшний завтра и крайний день тридцатый но не до вечера потому что до обеда буду принимать тогда заявки вас всех желающих и все ваши подарки ваши наборы ваше обучение ваши курсы ваши чаты все для вас те кто у меня уже в моей структуре моей партнер Дотера для вас это тоже все актуально просто для вас тогда будет не регистрация а заказ на определенное количество баллов делайте заказ но тоже мы должны это будем обговорить в личных сообщениях и точно так же для вас будут подарки вот на этом позвольте я завершу свой сегодня мастер-класс все заявки на регистрации я буду принимать тогда в личных сообщениях сейчас выложу запись этого мастер-класса после запись